Всем привет! В новом выпуске Инвейдера мы посмотрим, что показали на промышленной выставке Иннопром 2021, узнаем об особенностях сверхзвукового самолета и многое другое. На главной промышленной выставке России Иннопром 2021, проходившей в Екатеринбурге, показали немало высокотехнологичных технических новинок со всего мира. Среди наиболее запоминающихся стендов отметим необычную разработку пермских инженеров. Человекоподобный робот-компаньон Алексей, предназначенный для работы в качестве администратора. Киберконсультант оснащен камерой и целым рядом сенсоров, позволяющих ему слышать и видеть людей, синхронизироваться с базами данных и отвечать на вопросы. Внешне робот, конечно, похож на человека, но пока из-за недостаточной проработки глаз вызывает знакомое ощущение зловещей долины. По словам авторов, именно над глазами сейчас идет основная работа и в будущем мы увидим значительный прогресс. В данный момент Алексея уже устроили работать в один из многофункциональных центров. Среди других роботов можно было заметить несколько вариантов робота-руки, а также робота-собаку, напоминающего своего собрата, созданного Boston Dynamics. В секции транспорта любопытно выглядел высокоэффективный троллейбус Admiral с кузовом из негорючих композитов, обладающий аккумуляторными батареями, которые позволяют ехать дополнительные 20 километров без контактной сети. В свою очередь, модель трамвая Corsair порадует высокотехнологичным салоном, где нашлось место для климат-контроля, портов USB и Wi-Fi. Также внимание привлекает прототип беспилотного подводного аппарата, способного работать около трех месяцев без перерыва. Его основными задачами станет обслуживание нефтегазового оборудования и исследование глубин океана. Инженеры из NASA и Lockheed Martin не оставляют попыток вернуть к жизни коммерческие полеты на сверхзвуковых самолетах. Их последняя разработка X-59 — летательный аппарат, похожий на копье средневекового рыцаря, обещает стать прорывом своей области благодаря уникальному продолговатому дизайну с заостренным носом, занимающему почти треть от общего размера. Как известно, в 1973 году полеты над землей со сверхзвуковой скоростью были запрещены из-за создаваемой самолетом оглушающей ударной звуковой волны. По словам конструкторов, аэродинамические характеристики X-59 позволяют держать ударные волны под контролем, что снижает уровень шума при преодолении сверхзвукового барьера со 100 дБ до 75. Для повышения эффективности кокпит самолета полностью спрятан внутрь корпуса. Таким образом, у него полностью отсутствует лобовое стекло, а вместо него пилот должен ориентироваться в пространстве с помощью системы внешнего наблюдения, также специально созданного для данной модели. В данный момент аппарат проходит очередную стадию тестов, и если НАСА удастся доказать, что сверхзвуковые самолеты способны летать с меньшим уровнем шума, это может открыть новую страницу в истории авиации. Несколько сотен автономных роботов-курьеров от Яндекса в скором времени начнут кормить американских студентов. Благодаря новому соглашению между российской компанией и американским поставщиком еды GrabHub. Начиная с этой осени, роботы примутся перевозить еду на территории порядка 250 университетских кампусов. Аппарат, по своей сути представляющий собой контейнер на шести колесах, может передвигаться по тротуарам и общественным пространствам, тем самым проникая в места, где не могла бы проехать машина. Если для Яндекса это прежде всего неплохой способ прорекламировать свои технологии, то для GrabHub основной целью данного мероприятия является стремление заменить человека и тем самым значительно снизить расходы на заработную плату, что стало вдвойне актуально на фоне общего падения экономики. Китайская архитектурная компания Mad Architects, известная своими уникальными зданиями в виде инопланетных космических кораблей, гор и даже швейцарского сыра, сейчас работает над новым проектом Erania Cloud Center. По словам авторов, постройка напоминает огромное облако, парящее посреди леса. Большая часть наружного покрытия будет состоять из белого стекла, поддерживаемого небольшой центральной основой. Необходимого эффекта и прочности удалось добиться с помощью серии структуральных свесов, самый большой из которых достигает 30 метров в длину. Благодаря такому решению зданий не требует дополнительных колонн и опор для баланса. По своим функциям компания стремится создать многозадачный центр, способный принимать выставки, пресс-конференции и даже театральные представления, чему поспособствуют двигающиеся стены. Строительство центра началось еще совсем недавно, в марте этого года, однако открытие планируется уже на 2022 год. И на этом у нас все, до встречи на следующей неделе в Инвейдере!